здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу рассказать немножечко о том что делает тинькофф для и пышников дело в том что ну я всегда говорил что налоги платить надо и это правильно и это нормально поэтому я решил зарегистрироваться в качестве и п ну вот я веду курсы биржа для чайников и ну эта деятельность она такая на бирже я плачу налоги там по умолчанию брокер за меня платят когда у меня есть фирмы о две фирмы мне есть там фирмы платят налоги а здесь вроде как получается из налогообложения эта деятельность уходила поэтому я решил зарегистрироваться в качестве и п вот но дело в том что я принимал карточки до этого деньги на карточку просто на обычную карточку физлица и и понятно что за эти деньги надо платить налоги тоже то есть даже если ты не будешь платить но придут и попросят вот 13 процентов надо платить за такие поступления налоги ну то есть банк в любом случае заблокирует карту если это будет продолжаться какое-то продолжительное время и когда проводили расчеты ну вот что выгоднее зарегистрировать типа или брать деньги наличкой и платить 13 процентов с этой суммы то в общем посчитано было что если в год в год в районе до 300 тысяч рублей платежей идет в год то можно черным налом брать и потом подать декларацию и заплатить 13 процентов если больше 13 300 тысяч в год то получается выгоднее и п но вот у меня получилось так что выгоднее уже и п и и удобнее как оказалось и поэтому я принял решение что я зарегистрирую и п и мне позвонит иногда тиньков спрашивает что нужно там какие-то предложения я сказал что да вот и п хочу регистрировать и полгода тиньков мне название был играл ну когда же ты зарегистрируешься я все тяну как то вот мне не хочу игре ладно попозже попозже ну и вот тут нас настал момент когда я в общем сказать понял что надо регистрироваться это было в конце августа я пошел в мои документы это госуслуги и значит подал такие заявления заплатил 800 рублей пошлина за регистрацию и п там из меня немножечко душу вымотали мне очень но не очень понравилось как работают госуслуги могли бы лучше работать у меня есть что им сказать вот но тем не менее очередной раз когда позвонила девушка сказал да все подал документы она горит хорошо как только вас зарегистрируют мы вам позвоним я или позвоните нам короче говоря они узнали что меня зарегистрировали в качестве и п быстрее чем это узнал я это очень просто запись появляется в едином реестре ну по юридцам игры а здесь игра и вот они очень быстро это мониторили появилась они на меня тут же открыли счет сами пришла ли мне сообщение что для вас уже открыт счет номер такой-то позвоните нам мы к вам приедем подпишите все бумаги и счет станет активным вот и я такой ну нифига себе ну ладно и значит там ну опять же я спрашиваю сумма информацию что как где короче говоря ну я узнавал получается в тенькове ведение счета для и п но во первых первые три месяца бесплатно потом по моему 900 рублей в месяц но если я привожу друга то за каждого друга еще месяц бесплатно вот то есть каждый друг 900 рублей и соответственно если друг получает приходят меня по рекомендации то ему тоже значит дополнительно там а то ли мне три месяца ну короче говоря другу тоже дополнительно либо месяц либо три месяца бесплатно обслуживание то есть там весьма весьма существенная выгода если если я привожу друга или вы приходите по чьей-то ссылке по акции при виде друга ну эту ссылку вы увидите в конце в подписи к данному видео если заинтересуетесь ну а сейчас я хочу рассказать что было дальше мне зарегистрировали счет очень быстро там приехал мальчик в наш город и привез ну я сразу две карточки открыл на себя и на жену это белые карточки они на и п они ничем не отличаются от обычных здесь написано моя фамилия имя отчество карточки привязаны к моему и пешному счету я абсолютно почему карточки потому что я две карточки оформил одну на себя другое на жену они обе привязаны к одному и тому же расчетному счету но вот эту карточку в чем это самая как бы недостаток ее нельзя пополнить по номеру карточки деньги можно принимать только банковским переводом на номер счета но тратить можно куда угодно абсолютно хоть на колбасу хоть там куда угодно деньги тратить с этой карточки потому что и п у меня форма упрощенка 6 процентов от доходов но в принципе нормально снять с этой карты перевести деньги можно только на мою личную карту дебетовую это очень важно только на мою потому что и я и пешник только на мою дебетовую карту и не больше ста пятидесят тысяч рублей в месяц если больше то ну там надо ли переходить на другой тариф если надо больше либо либо процент будет можно и больше будет процент повышенный а так сто пятьдесят тысяч по умолчанию вот что еще я могу сказать ну сто пятьдесят тысяч в месяц но это если будет там пятьсот тысяч например но я столько не страчу просто по карте тратить и ну придется ну как бы выводить но тогда придется на более дорогой тариф а так если я трачу все с этой карты нормально вот процент на остаток не знаю начисляется или нет кэшбэка нет точно это я узнавал на эту карту вот и ну я думаю ну и что но вот есть у меня счет расчетный но если я буду скидывать клиентам банковские реквизиты мало кто будет по банковским реквизитам платить и все все равно будут платить мне на там сбербанк или на обычную карту тинькова конечно это хорошо это деньги в черную идут но с другой стороны придется платить 13 процентов ну придется по-любому вот поэтому я решил подключить интернет эквайринг вообще классная штука мне так понравилось то есть я беру просто вот сейчас я переключу экран вот это интернет эквайринг смотрите и вот здесь есть раздел помощь разработчикам посмотрите как просто все делается я взял вот этот вот код вот он просто беру вот так вот выделяю контрол c нажимая вхожу вот сюда изменить код html и вставляю контрол вставляю здесь я его изменил уже и не хочу портить свои изменения потому что они здесь уже изменены то есть контрол в вставляю в свой сайт и смотрите что получается ну это сайт как бы сейчас тестовый я на нем тренируюсь а вот что получилось у меня на сайте посмотрите вот в результате мой основной сайт нажимаем на заочную форму например да смотрите что получается вот она платежная форма человек входит входит сюда вносит сумму заказа в каком городе он живет описание заказа там но биржа для чайников имя плательщика e-mail контактный телефон нажимает на кнопочку а платить давайте сейчас попробуем на сумму заказа 3000 смотрите как легко все получается вот все само заполняется описание заказа заочные 3000 контактный телефон мой телефон вставляю нажимаю на кнопочку оплатить смотрите как хорошо получается и все и я вхожу то есть раньше были проблемы с какого банка переводить откуда что сейчас пожалуйста смотрим сюда видим да https то есть это защищенная связь уже с банком тинькофф и вводим номер своей карточки и и все свои данные здесь можно не 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 опасаться потому что это вот вот смотрим сюда всегда смотрим сюда когда вводим номер карточки вот здесь должен быть замочек и https то есть это с это значит секьюра это значит защищенное соединение это значит что ну его не взломать просто потому что ну нет таких методов там есть система шифрования данных вот и сюда люди вносят данные и уже неважно с какой карты и никаких комиссий здесь нет и все получается великолепно получить квитанцию на электронную почту оплатить и человека оплачивать нет с любого банка более того были проблемы значит с оплатой из-за границы сейчас этих проблем нет то есть люди могут из америки мне платить и из германии из чехии вот собирались заплатить и из израиля и все этой проблемы нет сейчас это возможно раньше это было невозможно потому что на мою карточку дебетовую можно было перевести только из российского банка с российской карточки из казахстана с украины пожалуйста все без проблем переводится абсолютно без комиссии ну как обычная оплата по магазину но и это солидно это здорово мне вообще так понравилось сейчас я занимаюсь но тестированием там вы видели да я хочу чтобы сумму заказа не надо было вносить человеку чтобы она автоматически сама писалась вот и наименование заказа и если я это сделаю то у меня в зависимости от того какой заказ человек сделал он будет абсолютно автоматически и моментально получать то за что он оплатил то есть это вообще суперская вещь для автоматизации прямо вообще вот но за эквайринг конечно приходится платить 2,69 процента от суммы платежей ну если сумма составляет там меньше определенный какой-то до 500 тысяч по моему вот если больше там уже процент за эквайринг снижается но 2,69 в принципе процента это очень много конечно но с другой стороны такое удобство мне это нравится мне это нравится если этим не пользуюсь то ну я теряю просто больше денег вот и таким образом я получаю сейчас буду платить 2,69 процента за эквайринг и 6 процентов по по своей ну как и по 6 процентов и все вообще кайф и я чистый я прямо вот как стеклышко и людям удобно и мне удобно мне понравился сервис который дает Тинькофф я посмотрел думаю интересно вот когда я стал мучиться тут с программированием думаю интересно как в других банках сейчас рекламируется точка очень активно но там платежи идут через Яндекс деньги и там что-то 2,75 или 2,8 процента я посмотрел ВТБ который рекламирует интернет эквайринг там до от 2,3 процента думаю о я сейчас на ВТБ скачаю интернет эквайринг там все сделаю угу 2,8 с моими оборотами вот ну пока я не нашел интернет эквайринга ниже чем у Тинькова мне очень нравится банк Тиньков поэтому рекомендую ссылочку вы найдете снизу и если вы перейдете по этой ссылочке если у вас такие же проблемы то вы получите от Тинькова ну как минимум 900 рублей выгоду то есть ну бесплатно обслуживание счета ну либо больше да Сбербанк Сбербанк мне очень настойчиво тоже предлагает открыть и даже там счет зарегистрированный даже уже все готовы документы я просто надо пойти и сделать это но во-первых когда я сделал у Тинькова я думаю а зачем мне Сбербанк во-первых вот Сбербанк дает интернет эквайринг бесплатно в течение года но через год 2000 рублей в месяц а у Тинькова то ли 900 то ли 990 не помню в два раза больше чем у Тинькова но через год правда то есть можно конечно геморройца там подключился отключился но второй раз уже не подключишься то есть год поработать в Сбербанке потом на Тинькова перейти ну не знаю стоит оно того или нет а так я сейчас все сделаю да и у Тинькова очень приятно действительно дружелюбный интерфейс мне нравится поэтому на еще раз рекомендую мне очень нравится Тиньков вот в этом смысле нравится Тиньков мне не очень нравится кредитная карта я ее не рекомендую а вот здесь мне очень очень нравится услуга предоставления интернет эквайринга действительно очень удобно надеюсь эта информация будет кому-то полезна Поставьте лайк Если вы считаете, что я тут не прав И вообще что-то не так делаю Напишите, пожалуйста, в комментариях Что вы не согласны со мной И что, может быть, где-то лучше есть Это будет тоже очень полезно Вот, ну, на сегодня все С вами был Дмитрий Юрий Спасибо